Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я недавно зашел в гугл и он что-то написал про новый способ аутентификации с использованием электронного ключа. Так как способов аутентификации у гугла уже какое-то невероятное количество, я решил посмотреть все, заодно и электронный ключ. Сразу скажу, что электронный ключ это похоже они придумали чтобы денег заработать. Ну давайте все по порядку. Что тут есть? В аккаунте гугла нас интересует безопасность и где у нас вход в аккаунт гугл ставим включить. Вкрасно что такое двухфакторная аутентификация? Это метод идентификации пользователя по двум факторам. Первый фактор это стандартный, к которому мы привыкли логин и пароль, а вот второй этап нестандартный. В разных сервисах он реализован по-разному. Чаще всего это подтверждение посредством смс. Гугл предлагает несколько вариантов. Посмотрим каких именно. Нажимаем начать. Он просит нас подтвердить аккаунт. Вводим пароль. Жмем далее. Он нам предлагает получать уведомление на телефон, но тут есть момент. Вы должны на телефоне также залогиниться в этом аккаунте, а то он вас попросту не будет видеть. И аналогично, если вы из аккаунта выйдете, то уведомления на телефон присылаться не будут. Соответственно, если есть опасность проникновения, выходите из аккаунта на телефоне, тогда и на десктопе в ваш аккаунт не войдут. Другие варианты это электронный ключ, о нем скажу чуть позже, и смс или телефонный звонок, тоже чуть позже. Я жму продолжить. Он предлагает ввести номер телефона и получить смс или входящий звонок с кодом. Посмотрим другой способ. Альтернатива это резервные коды. Их мы можем записать, сохранить на компьютер или распечатать, как нам удобно, но хранить их нужно в защищенном месте. Это резерв. Если все у вас потеряется и пропадет, вы всегда сможете вернуться к резервным кодам. Я их скачал и нажимаю далее. Включаю двухфакторную аутентификацию. По умолчанию он поставил уведомление от Google. Я знаю, что существуют еще варианты подтвердить личность. Их можно включить, чуть промотав вниз. Первый вариант, который мы видим, это приложение Google Authenticator. Нажимаем создать. У меня есть подробный скринкаст по Google Authenticator. Ссылка в описании, но все-таки еще раз по-быстрому пробежимся. Выбираем тип телефона. У меня Android. Жмем далее. Говорим скачать приложение на телефон. Заходим в Play Market. Находим Google Authenticator и скачиваем. Открываем. Жмем начать. Сканировать QR-код. Сканируем код и жмем далее на компьютере. На телефоне он нам генерирует код на несколько секунд. Его мы вводим на компьютер и заходим. Недостаток этого способа. Если телефон у злоумышленника и вы даже вышли из аккаунта, он все равно в него войдет. Идем далее. Голосовое сообщение и смс. Самый небезопасный способ. Не советую его включать. Но вообще тут все просто. Забиваем свой номер. Получаем сообщение. Вбиваем код. Номер подтвержден. И последнее новое введение. Электронный ключ. Тут в виде ключа может использоваться ваш телефон, но на нем должен быть включен Bluetooth и геолокация. Он будет сравнивать информацию по координатам местонахождения. Готово. Электронный ключ добавился. Второй вариант электронного ключа я вам показать не смогу, так как для этого нужна флешка To Universal Factory. Google такие продает от 6 долларов. В нее уже встроен ключ. Его нужно зарегистрировать, выбрав второй пункт, где мы регистрировали телефон. Предлагаю посмотреть, работает ли вообще то, что мы настроили. Выходим из аккаунта и заходим. Сначала пароль. Далее он спрашивает, каким образом мы хотим подтвердить личность. Есть вариант получить одноразовый код, нажать да на телефоне. Если нет интернета, то можно получить код из настроек на телефоне. Создать код в приложении, получить смс или ввести восьмизначный код, который я сохранял в самом начале. Посмотрим на аутентификацию без подключения к интернету. Для этого нужен телефон. Действуем по инструкции. Заходим в настройки. Находим Google. Нажимаем на аккаунт. Переходим во вкладку безопасность. Проматываем вниз до раздела вход в аккаунт Google и жмем защитный код. Вводим его на устройстве и мы в системе. Попробуем еще один способ. Нажмите да на телефоне. Включаем аутентификацию. На телефон приходит сообщение. Жмем да и мы в системе. Остальные способы также работают без проблем. Выбирайте, что удобнее и безопаснее и вы защищены. Главное выбирайте хоть что-то. Даже аутентификация по смс дает гарантию неприкосновенности аккаунта куда большую, чем просто вход по паролю. Все любите друг друга и помните тот, кто имеет доступ к вашему аккаунту Google имеет доступ ко всему, что у вас есть. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!